15 июля. Получили. 16 июля должны были выступить в полном объеме. Практически чуть ли не 3 недели. За 3 недели только леншафт нашел, который пришел. А можно было бы уже хотя бы 1 треть рублей полностью в сезон? Ну вот. Поэтому давайте. Даже вот то, что авансы получили не вовремя, у вас простой 3 недели. Было в том числе хорошим. У нас нет простой 3 недели. Во-первых, погода не позволяла некоторой недели работать. Во-вторых, ну и часть работы выполняем. Нет, если мы насчет дней считать, то мы увидим, что в принципе работать можно было. В общеобразовательных организациях продолжают делать ремонт перед началом учебного года. В школе номер 14 сделали стяжку пола, покрасили стены и лестницы, положили линолеум. Тамбур украсит новая плитка. Кроме того, меняют 9 двойных дверей. Пищеблок обновили весенние каникулы. Закупили котел, плиты, посудомоечную машину. Также выровняли и покрасили крыльцо. А еще реконструируют кровлю здания. Более 1700 квадратных метров. Срок сдачи объекта 25 августа. Однако специалисты не успевают завершить работы вовремя. Кровь на ремонтные работы у нас ведутся в этом году на двух школах. Это школа номер 14 и 24 гимназия. В 24 гимназии там процентов 50 выполнены уже ремонтные работы. Но, к сожалению, здесь мы отмечаем, что подрядчик очень медленно выполняет свои работы, обещает ускориться. И теперь вообще мониторинг будет проводить с ним каждый день. И каждый день смотреть качество выполненных работ. Что-то он сделал, но этого, к сожалению, недостаточно. Вообще, вы видите, школа активно готовится к новому учебному году. Здесь было уже выездное совещание. Были даны соответствующие поручения мэрам города Магадана. В соответствии с этим демонтировали опасные зоны на площадке около школы. Также в школе готовят помещение для медицинского класса. Цель – подготовить детей к поступлению в высшее учебное заведение. Запустят проект при поддержке правительства Колымы, Первого Московского государственного медицинского университета имени Сечного и Министерства образования региона. Уже начался прием документов.